Ученик школы номер 148 Андрей Бреднев каждый день добирается до учебного заведения самостоятельно. Его дом расположен в 10 минутах ходьбы на другой стороне дороги, поэтому ему ежедневно приходится ее пересекать. Этот переход не регулируется светофором, он отмечен только зеброй на асфальте, поэтому передвигаться по нему нужно внимательно, убедившись, что машины тебя пропускают. Для того, чтобы на месте объяснить детям, как правильно переходить через дорогу, мама и папа школьников совместно с сотрудниками госавтоинспекции проводят родительские патрули. Администрация школы тоже не остается в стороне. У нас есть график совместно со службой дорожной патрульной службы. Мы на постоянной основе выходим, проводим эти акции в целях безопасности дорожного движения, в целях предотвращения травматизма, ну и в целях соблюдения правил дорожного движения. Два раза в месяц в утренние часы родители патрулируют ближайшие к школу пешеходные переходы, объясняют детям, как нужно переходить через дорогу. Иногда к ним присоединяются сотрудники ГИБДД. Детей, которые правильно пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, награждают светоотражающими элементами. В зимнее время они особенно актуальны, так как делают детей заметными в сумерках. С нарушителями родители и инспектор проводят профилактическую беседу. Для любого ребенка, конечно, родитель является авторитетом. И родители личным примером показывают, как важно соблюдать правила дорожного движения. И вот такая постоянная профилактическая работа, она дает свои положительные результаты. За 10 месяцев этого года в Самаре зафиксировали 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 129 несовершеннолетних. Один из них погиб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество ДТП с детьми снизилось на 22. Михаил Гермоленко, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.